Как показывает практика, расширенные приемы граждан дают возможность власти оперативно реагировать на возникающие социальные, экономические, правовые и даже бытовые проблемы. И большую часть вопросов удается решить прямо на месте. По уже сложившейся традиции очередной прием состоялся в последнюю субботу месяца. На нем побывали и наши корреспонденты. Прием граждан начался в 8 часов утра. К этому времени в здании шахматного клуба «Белая ладья», где проходила встреча, уже собралось несколько человек. Каждый сюда пришел со своей проблемой и бедой. У кого-то нет собственного жилья, кому-то нужна юридическая помощь. Кто-то просит о помощи в трудоустройстве. Глава района принимал граждан вместе со своими заместителями. Никто из пришедших не остался без должного внимания. Как, например, Иван Самофал. Он пришел к Роману Синеговскому с просьбой помочь в оформлении земельного участка. Есть постановление и долуды, Николай Александрович, нашего войскового атамана, чтобы мы немножко финансово были независимы. А независимы с чего? Это земля. Земля, которая по праву нам принадлежит. Мы потомственные казаки и мы должны финансовую сторону сами решать. Понимаете? И у нас появилась возможность взять эти 23 гектара и решить эту финансовую. Почему бы и нет? У нас есть техника, у нас есть силы, люди есть, которые мы можем также возделывать, ту же пшеницу и любую культуру. Вот такая просьба главе администрации. Глава района в ближайшее время обещал изучить вопрос Ивана Самофала и внести предложение. Ну, давайте поизучаем. Давайте глубже поизучаем, что, как. Всего на приём граждан обратилось более 30 человек. Эта цифра говорит о том, что жители нашего района с доверием относятся к власти и за помощью предпочитают обращаться лично к главе района или его заместителям. В этот день Роман Синеговский принял около 18 наших земляков. Среди них Людмила Сидоренко. Она обратилась к главе района с просьбой содействия по установке общедомового прибора учёта тепла. Нам отказали в установке общедомового теплощётчика на дом 48 тепловые сети. Мы обращались, дошли до Краснодара, нам объяснили, что да, мы вправе ставить, что нам не имеют права отказать. Дали нам, значит, разъяснение на условиях 5 лет рассрочки. Так как статью с 5 января 2016 года исключили, установка теплощётчика, мы сейчас добиваемся денег нам, которые мы собрали по капремонту, нам не выделяют, не дают. Это статья убрана из закона. Мы хотим сейчас, добиваемся, мы даже послали письмо на сайт президента, чтобы нам разрешили эти деньги использовать. Но так как не дают, хотя бы дали в рассрочку. Но нам и в этом было отказано. Поэтому мы опять пришли на приём к главе муниципального образования. И хотим всё-таки добиться, чтобы нам выделили рассрочку на установку этого теплощётчика. Расширенные приёмы граждан будут продолжены и в дальнейшем. Следующий приём глава района проведёт в последнюю субботу июня месяца. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События».